Богородься, Тебя, радуйся, благодатная Мария, Господь, слава. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вот, дорогие мои, прошла и еще одна неделя. Наступил воскресный день, и мы, как всегда, с большой радостью спешим в Святой Храм. И, как всегда, с большим вниманием слушаем евангельское чтение, которое для нас назидательно и полезно. Речи Господь притчу сию. Человек некий бебогат, и оболочашеся в порфиру и висам, веселяше во вся дни светло. Ниж в жебе некто именем Лазарь, и же лежаще пред враты его гноен, и желаша насытитесь от крупиц, падающих от трапезы богатого. Но и пси, приходяще, облизах угной его. Быже умрете нищему, и не сено быте ангелы на лоне Авраамля. Умре же и богатый, и погребоша его. И во аде возвед очи свое сы и в муках, узре Авраама издалече, и Лазаря на лоне его. И той возглаши речи, отче Аврааме, помилуй мя, и посли Лазаря, да амочит конец перца своего в воде, и аустудит язык мой, яка стражду во пламени всем. Речи же Авраам, чада, помяни, яка восприялась и благая твоя в животе твоем. А и Лазарь також же злая, ныне же зде утешается ты же страждиший. И над всеми сими, между вами и нами, нами и вами, пропасть велика утвердися. Якада, хотящие прийти отсюда к вам, не возмогут, ни и же оттуда к нам приходят. Речи же, молюте оба отче, да послишь его в дом отца моего, имамбо пять братья. Якада, засвидетельствует им, и да не идти, прийдут на место сие мучения. Глаголы ему Авраам. Имут Моисея и пророки, да послушают их. Он же речи, ни отче Авраама, Аврааме. Но аще кто от мертвых идет к ним, покаются. Речи же ему. Аще Моисея и пророки не послушают. Ни аще кто от мертвых воскреснет. Не имут веры. Знакомое евангельское чтение. О богатом и Лазаре. Как один жил весело. Радовался жизни, ничего вокруг не видел. А другой был у его ворот. Гноен, болен, голоден. И не видел богатого этого человека. И вот отходит богатый и уходит Лазарь. И мы слышим, какая участь одного и второго. Участь страшная. Стражду в пламени всем. За что же такое наказание? Какой ужас. Неужели так плох и так грешен был этот богач? Немилосерден, да. Но неужели этот грех такой тяжелый? Если мы начнем внимательно к этому относиться, то поймем, что от этого греха человек, во-первых, уже самим своим действом наручает закон Божий. И, естественно, когда он в такой славе, он еще набирает другие пороки, он еще другие грехи, они становятся как бы, ну, как человек ощутит свою игроковность, недостойность, когда его так хвалят, ему так столько всего говорят хорошего. Ациговой церкви говорят, немецердный к бедному подавляет себе благороднейшее чувство сердца. Он забывает, что бедный ему брат по естеству. Это первое. Все мы братья и сестры. Все мы от Адама и Евы. Естественно, мы перед Богом одинаковы все. Забывается все это. И это да как даже не учитывается. Далее, дорогие. Мы часто, люди особенно богатые, которые родились в небедной семье, то есть это не их заслуга. Это родители, предки их собирали все это богатство. И они считают, что это они такие хорошие, что это они такие особенные, что это их заслуга, что они так трудились и трудятся, и имеют право на такую вольную, роскошную жизнь. Но будем честны, посмотрим вокруг себя, сколько людей трудится больше, тяжелее. и не имеют этого богатства. И не стремятся к нему. А живут достойно. Благодарять Бога за все те милости, которые он подает. А это вот оно застилает, как бы такая пелена становится. Мы становимся совсем другими. Далее, дорогие. Кажется, и когда вот ты в таком состоянии, это мое, я еще больше, и я могу это употреблять куда и как хочу. гуляние, шатание, наслаждение и тому подобное. И мы не понимаем, что вот это отнимает у нас смысл целой нашей земной жизни. Это мешает нам понять, для чего мы здесь. Мы думаем, что мы такие хорошие, что мы такие умные, что вот мы такие, когда нам а кто окружает? Христицы, которые этой говорят. Далее, отцы церкви говорят о память, о своих грехах и беззакониях, о своей крайней духовной бедности, о тяжкой повинности пред Богом. Может ли он иметь ее среди шума неугугомолвающихся, веселой, роскошной жизни? Вот эта суета, она поглощает человека, и каждый человек, богатый человек, он даже другой раз и не проснется от этого, и летит по этой жизни в этой суете, в этом богатстве, в этих сделках, в этих процентах, в этой роскоши, в этом пурпуре, одеяниях, и что? И вот интересные слова говорит, якобы апостол, послушайте, вы богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас, богатство ваше, сгнило, и одежды ваши, изъедены молью, золото ваше, и сребро, и заржавело, и ржавщина их будет свидетельствовать против вас и съест вашу, плоть вашу, как огонь. И, конечно, богатым очень нету времени даже представить, что, когда придет время, и мы предстанем пред Господом, и будем держать ответ, и что мы тогда скажем, что вместе этих огромной суммы, которые я потратил на пиры, на гулянки, на одежды, приграсал артистов знаменитых, не очень нравственных и не очень приносящих пользы для души, а забывал тех, кому плохо, забывал своих братьев и забывал, что у них трудности, и мне был милосердным. Сколько на этот миллион я бы мог сделать добрых дел? Пришел, попел человек 40 минут, час, огромную сумму платит, огромную, и в то же время, когда мы смотрим вот на телевизоре часто строка бежит, поможем этим людям, поможем этим людям, просят, казалось бы, богатому человеку дал и забыл, делай добро, но у меня такое чувство есть, что просят не у богатых, а у нормальных людей, среднего и низшего достатка, которые смогут перечислить эти рубрички на этот счет и сделают операцию ребенку, и будет он жить. Так что же делать богатым? В примере Иоанн Креститель, он говорит, «Имея две ризы, да подашь неимущему, и имея брашно, також да дотворить». То есть дай, что у тебя есть. И не нужно на кого-то перекладывать, потому что часто люди думают, «Какой я богатый? Вон, тот богаче меня в два раза, в три раза, пускай он и подает, а мне еще нужно догнать его, и потом я буду давать». Абсурд. Абсурд. Этого может и не случиться. Ты можешь не дожить до этого момента, а нужен ли тебе этот момент? Дорогой, так подумай, стражду в пламени всем. Придет время, и каждому из нас придется дать отчет перед Господом. Каждый предстанет и будет говорить. И что мы скажем, что мы хотели собрать миллион, два, три, что поэтому не могли дать ближнему? Или скажем, что у меня самому была нерайская жизнь, когда мне куда что было? Еще много чего начнем, сейчас думать, что мы скажем. Но там мы станем пред Богом и уже лгать нельзя будет, а нужно говорить правду. Господь все знает. И как мне будет стыдно, когда я мог дать. Да, я не богат, но у меня есть возможность помочь ближнему, а я не помог по жадности, по ленности, по глупости, но не помог. Да, у меня нет ничего, много денег, еле хватает само на жизнь. Так не в деньгах только дело, помощь, милосердие. Как человеку иногда необходимо просто сочувствие, когда все обижают, набросились на него, и ты такой, ты секой, а он говорил правду, он защищал не только себя, а всех, а его делают глупым, больным, дураком. так вот наберись сил и хотя бы подойти, скажи, дорогой, ты прав, я понимаю тебя, дай тебе Бог сил и дальше быть таким честным человеком, чтобы был для нас пример, чтобы мы сами не испортились, не стали хуже и хуже. Помощь, помощь. А сколько людей жаждут доброго слова, сколько людей нужно просто подойти, просто поговорить, сколько одиноких стариков, которым не с кем пообщаться, что это не милосердие, милосердие. Поэтому, дорогие, каждый из нас не хочет гореть в этом пламени, а хочет быть как лазарь у Бога. Так давайте творить сейчас добрые дела милосердия. Давайте видеть вокруг себя, кто нужна помощи. Именно нуждается, а не тот, которому я даю, чтобы получить назад еще больше. А не тому, я говорю, богатому делаю что-то, прям сколько вокруг него лезет с помощью, с предложением. Почему? Нет там милосердия, там корысти. Вот мы должны это понимать и помнить и Лазаря, и богатого. Бедность не спасает, но она помогает быть ближе к Богу. Если человек верующий, если человек понимает, осознает свое бытие. Богатство не убивает, не гибнешь ты сразу, но оно закрывает путь к этому спасению, путь к этому милосердию. Казалось бы, ты можешь, наоборот, больше можешь дать, но наоборот, чем ты богат, чем тяжелее дать оторвать. Богат ты потому, что не давал, а все себе брал. так задумаемся об этом и будем творить делами милосердия. И тогда страшный суд будет праведным и спасительным для каждого из нас. Аминь. Бог на помощь, ангелы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok